Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с педагогом дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества, а также руководителем брейк-студии «Мостак» Глебом Ореховым. Здравствуйте, Глеб! Здравствуйте! Вы уже на протяжении пяти лет занимаетесь детьми брейк-дансом. Как вообще пришла в голову идея создать вот такую студию? Ну, здесь была студия до меня с 2005, по-моему, года. Руководил студией Константин Морозов, то есть он первый был, кто начал заниматься вот с ребятами, делать набор. Но до этого студия называлась студия брейк-данса. То есть просто без названия, без никакого. Вот. Через 10 лет я уже здесь стал преподавать уже где-то в третий год, по-моему, второй. Второй, да. И у нас был юбилей. В студии 10 лет исполнилось. Мы позвали всех ребят, кто у нас занимался, выпускников, кто был в городе, и сделали такую небольшую тусовку, отпраздновали свой юбилей. Вот. И как раз таки после этого момента у меня был какой-то опыт работы уже с ребятами, был какой-то личный опыт. Я имел уже возможность куда-то выехать за пределы города, получал какую-то информацию. Вот. И понял, что пора уже отличаться, пора иметь какое-то имя и тому подобное. Поэтому создал такую студию Мастак, то есть поменял название, поменял совершенно свою программу работы с детьми. Вот. И цели и задачи, которые были, тоже скорректировал немножко. И появилась у нас брейк-студия Мастак. Сейчас она существует второй год всего лишь. Вот. И как бы ребята ходят, занимаются уже под именем Мастак. Ну вообще, вот если говорить о Магадане, много ли вообще детей у нас занимаются брейк-дансом? И насколько они вообще успешны в этом направлении? Детей достаточно много. Движение очень популярное, брейк-данс. У нас каждый год приблизительно появляется в городе человек 60-70 новичков. У нас есть три студии в городе Магадане. Это здесь, это в молодежном центре и во второй школе. Также у нас еще есть, есть, есть в автотеке тоже. Есть одна группа, по-моему, занимаются ребята. Вот. Достаточно сложно в нашем регионе развивать это дело, потому что мы находимся в таком, как сказать, информационном инкубаторе. То есть мы здесь варимся в своем собственном соку. То есть нет общения с какими-то другими источниками. Вот. Ребята достаточно успешны для нашего города, для Дальнего Востока. Я считаю, что на Дальнем Востоке мы имеем успех. Но что касается России в целом и вообще какого-то уровня другого, то уровень у нас достаточно низкий. И в первую очередь это связано с тем, что у нас меняется контингент детей практически каждый год. То есть у нас большая текучесть. Детей очень много проходит через студии, но остаются единицы тех, кого цепляет эта культура, те, кто хотят самореализовываться через нее и быть успешным. Вот. В основном происходит такое, потому что нет серьезного отношения к культуре, да. То есть кажется, это как баловство. Вот. То есть я там побуду и уйду. И нет коммуникации. Соответственно, с коммуникацией, благодаря которой как бы происходило бы какое-то живое общение, какие-то выезды на соревнования, стимулы. То есть здесь ребята приходят, позанимаются, выступят где-то в городе, да, займут первые места, да, еще что-то. Но дальше нет никакого движения. То есть, ну, ты стал чемпионом Магадана, окей. Ну, все, тебя забыли, как бы, и ребята бросают, можно сказать. Вот. Есть те, которого действительно цепляют. Это культура, когда понимают, когда вкладывают очень много в себя. Вот. Они остаются и на протяжении больше 10 лет. И вот остались единицы ребят, которые вот уже более 10 лет занимаются, можно сказать, два человека в городе. Успешные. Успешность, да. То есть детей – это такой вот вопрос. Сегодня он есть, завтра нет. То есть есть ребята, которые приходят, им очень интересно. Они увидели где-то видео или выступление, как мы выступаем где-то. Они хотят так же. Их это зажигает. Но когда они приходят на занятия и понимают, что быстрого результата не будет, это очень тяжело. Это очень тяжелый танец. Мне кажется, это один из самых тяжелых танцев в мире, потому что здесь нужно уметь слушать музыку, уметь быть в хорошей физической форме, уметь контролировать тело, быть хорошим стратегом. Ну вот, выше вы упоминали о выездах, что не хватает, да, выездов, обучения где-то вне Магадана. Но я знаю, что вы не так давно с группой танцоров вернулись из Санкт-Петербурга. И это не первая и, надеюсь, не последняя ваша поездка. Расскажите, пожалуйста, Аня. Ну, это, наверное, первая поездка с моими учениками. Это первая поездка, когда я смог выехать официально. То есть, да, до этого у нас было посещение международного фестиваля Ялта Саммерджем, но мы туда ехали как на отдых, получается. И просто так получилось, что мы вместе оказались в одно время, в одно и то же месте. Ну, мы заранее, конечно, договорились об этом, но все это было за свой счет. Это было как бы спонтанно, быстро. Но нам очень понравилось, все было круто. И совсем недавно появилась такая идея и мысль, то есть выехать посмотреть свои силы в настоящем чемпионате, уже подготовившись к нему заранее. И у нас это получилось как раз-таки благодаря поддержке спонсоров, за что огромное хочу передать спасибо. Вот. Наш спонсор главный в этой поездке был, это КФХ Чиги-Чиги. Они смогли нам оплатить даже несколько билетов, чтобы мы смогли выехать. Вот. И получается, мы поехали в составе пяти человек в Санкт-Петербург. Очень интересные были мастер-классы, там давали их легенда, можно сказать, брейк-данса русского, который еще был в СССР, Вадим Крыс из Риги. Вот. Он приводил очень много фактов таких, которых я бы никогда в жизни, наверное, не узнал, если бы не выехал из нашего города. О том, как появлялся брейк. То есть мы все видим информацию одну в интернете. Он приводил такие факты и показывал видео того, что, можно сказать, перевернуло мое мировоззрение. То есть он показывал видео, где брейк еще появлялся до того времени, как принято существовать, ну, как он официально был признан. На фестивале «Рокинг Стар» в Санкт-Петербурге была возможность поучаствовать, побиться с очень опытными танцорами. Мы попались с моим учеником, с Аладиловым Александром, против пары, которая участвовала, одна из них, девочка, в Олимпийских играх с Олимпийской сборной России. То есть, получается, The Girl Matina, она участвовала в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. То есть она заняла, по-моему, четвертое место. Но, то есть вот сам факт того, что мы бились против сильных соперников, как бы, дает какие-то плоды. То есть, и я считаю, что мы выступили довольно-таки неплохо. Если бы этот батл был судейским решением, возможно, мы могли бы даже пройти куда-то дальше. Но это был отборочный этап, и мы, к сожалению, не смогли пройти. Было очень много даже стран. Это был международный хип-хоп-фестиваль. Выиграли, по-моему, ребята из Латвии. Никому неизвестные. Их никто не знал практически. Они приехали на фестиваль и выиграли. Судейский состав тоже вот на этом фестивале был очень интересный. Там был представитель Ростова, Денирог Каменс-Шахтинский. Он приезжал к нам в 2017 году. То есть у нас судил, получается. И так совпало, что он судил в Санкт-Петербурге. Если говорить о мастер-классах, я знаю, что недавно, да, на днях у ребят была возможность поучиться у танцора из Краснодара, да? Да. Что это был за мастер-класс? Чему ребята научились? Вот с этой поездки, в которой мы были, я подметил для себя одного персонажа, который очень успешно дошел до полуфиналов и бился в двоечке, получается. Мне он понравился, этот персонаж, тем, что он харизматичный, умеет вести батл. Он очень такой позитивный, несмотря на то, что внешне. Он выглядит довольно-таки неуклюжим. То есть он такой комплекции, немножко крупной. Но, несмотря на это, он выдает жар на танцпол. Он очень интересный. Я стал про него узнавать, читать, где-то искать информацию. Узнал про то, что это мой ровесник. Про то, что у него есть двое детей, жена. У него есть команда. То есть, ну, я знал до этого, что команда, но, тем не менее, эта команда одна из сильнейших в Краснодаре, одна из сильнейших, как бы, России топчик, можно сказать. Они ездят по России за свой счет, могут занимать какие-то места. Первые, вторые, они выиграют известные команды российские. Не только российские, они ездят и в Европу, тоже побеждают. То есть сейчас у них, как бы, такой, можно сказать, восход ихней команды. И вот, собственно, поэтому я решил позвать его сюда, чтобы он поделился опытом, как у них все это получилось, как они достигают этого. Глеб, в одном из своих интервью вы сказали, что хотите, чтобы ребята в нашем регионе занимались не только брейк-дансом, но и хип-хопом. Поделитесь планами на будущее. Да, я помню свои слова. На данный момент у нас в городе развита, так скажем, наверное, только танцевальная стезя. Да, вот хип-хоп-культуры, это занимаются ребята хип-хопом, занимаются танцевальными другими направлениями, занимаются брейкингом, самым первым танцем, который появился в хип-хоп-культуре. Но у нас нет совершенно никаких предпосылок к развитию ни граффити, ни эмси, ни диджеинга. Это сложно достаточно как-то изменить, потому что нет даже не только педагогов, нет представителей и самоучек таких, которые могут это сделать, которые могут кого-то вдохновить, кому-то что-то показать. На данный момент получается только продвигать граффити. То есть я стал увлекаться немножко этим направлением. Соответственно, со мной вместе занимаются, ну, точнее, не занимаются, стали интересоваться ребята этим направлением, пытаются дома рисовать что-то на бумаге. Вот. Возможно, в дальнейшем получится у меня вести занятия и по граффити, когда я наберу достаточно опыта. Вот. В плане диджинга и эмси у нас гораздо все сложнее. То есть здесь вообще нет наглядных примеров никаких у нас в городе. И если появится какой-то кружок, студия, вот именно по диджингу, хип-хоп-диджингу, там очень отличается немножечко направление. То есть там нужно уметь делать скретчи, уметь... Совсем другая музыка, совсем другой темпо-ритм. Вот. Здесь нужны прям мастера, которые могут передать свою информацию. Вот. Если что-то будет получаться, если где-то встречу такого человека, то, конечно же, буду стараться устроить его или куда-то, как сказать, посоветую продолжать это направление и заинтересовать детей. Потому что есть несколько людей, детей, которые хотели бы научиться. То есть они всем интересуются у нас. То есть хотели бы заниматься и... Битбоксом. То есть это с помощью своего рта издавать различные звуки, создавать бит и так далее. Но у нас в городе, к сожалению, нет такого ресурса. То есть возможно проводить какие-то мастер-классы, да. Вот если по возможности... Если это был мой первый опыт, привоз сюда преподавателя. Есть знакомые контакты у меня с других регионов, которые могут в этом помочь. Но это будет разово. Но тем не менее можно будет привезти кого-то сюда для мастер-класса. И тем самым как-то подпитывать ребят, чтобы хоть какую-то информацию начальную они получали. Вот. Буду стараться делать как бы привоз и дальше, чтобы все получалось. Есть универсальные люди, универсальные, которые могут реально... Один человек практически делает практически все, что можно. Вот. Его зовут Фил Ван. И в дальнейшем, возможно, я налажу контакты и смогу привезти его сюда, чтобы он мог полностью прокачать по всему хип-хопу Магадан. Глеб, спасибо большое за разговор и удачи. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с педагогом дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества, а также руководителем Брейк-студии Мастак Глебом Ореховым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова